Уважаемые коллеги, уважаемые президенты, уважаемые коллеги, сегодня я хочу представить доклад на тему роль популяционного ракового регистра в организации качественного диспансерного наблюдения онкологических пациентов и перспективы его развития. Прежде всего хочу сказать, что все-таки наша страна, по сравнению с многими зарубежными странами, имеет одно большое преимущество в плане того, что у нас существует диспансерное наблюдение онкологических пациентов. Это очень важный аспект. Напомню, что по 135 приказу онкологические пациенты, за некоторым исключением, подлежат пожизненному наблюдению. И хочу начать с того, хочу немножко сказать о нашем опыте, об опыте Челябинской области конкретно в данном направлении. Немножко, чтобы ценить масштабы, хочу сказать, что на амбулаторном этапе у нас порядка 70 первичных онкологических кабинетов, около 15 онкологических отделений, которые оказывают специализированную помощь онкологическим пациентам, и также один областной головной онкологический диспансер и два второстепенных. Согласно порядку оказания медицинской помощи по профилю онкологии, структура аналогична во всех субъектах Российской Федерации. И все прекрасно знают, что мы работаем по двум приказам. 420 приказу, который говорит о создании популяционных государственного ракового регистра. И 135 приказ является продолжением, который называется о совершенствовании системы ракового регистра. Я хочу согласиться с коллегами, которые выступали до меня, что все-таки мы от бумажных носителей отказаться никак не можем, потому что по 135 приказу формы учета подлежат хранению, они являются государственными формами. И на сегодняшний момент достаточно часто они являются документом в суде и так далее. Пополнение популяционного ракового регистра основывается на случаях злокачественных новообразований, сведения которых вносятся в извещения. И я напомню, что извещения должны заполнять абсолютно любые врачи, которые установили диагноз, и передавать в онкологическое учреждение. О чем говорил Вахтанг Михайлович о том, что все-таки не все и не всегда соблюдают этот принцип, и информация не о всех случаях доходит до нашего популяционного ракового регистра. В нашей области на базе головного онкологического учреждения Челябинско-областного клинического онкологического диспансера располагается организационно-методический отдел, который в своей структуре содержит два кабинета. Это кабинет госпитальной статистики, и также, о чем мы сейчас говорим, организационно-методический кабинет и канцер-регистр. Что вносится в базу популяционного ракового регистра? Все в соответствии с приказом. Но для диспансерного наблюдения мы сегодня говорим с вами о таком аспекте, как диспансерное наблюдение. И каждый пункт очень важен, чтобы он четко был сформулирован, очень высокое было качество данных, была достоверность и полнота. Прежде всего, личные данные пациента, адрес проживания. Я думаю, все регионы сталкиваются с тем, что прописан в одном месте, проживает в другом месте, полис на третьем месте. Поэтому этот аспект очень важно соблюдать. Для чего? Для того, чтобы онколог первичного онкологического кабинета знал о всех своих пациентах. Потому как мы имеем практику такую, что пациенты не всегда приходят к своему онкологу по месту жительства, получают лечение, приходят домой. Особенно гематологические пациенты, которые имеют свою специфику. Также нас интересует четкость, правильность указания, диагноза, шифровки по МКБ. Также подтверждение морфологического типа опухоли. Что очень важно, это полнота сведений о лечении пациента от дат проведенного лечения, также информация о наблюдении пациента, посещении его явки и результаты обследования. Также, опять же повторюсь, это дата смерти и причины смерти пациента. Очень важный аспект для того, чтобы онколог по месту жительства понимал о реальном контингенте, который он должен проводить диспансерное наблюдение. Скажу, что в нашей области с 2010 года, согласно приказу Минздрава Челябинской области, популяционный раковый регистр внедрен, установлен в каждом первичном онкологическом кабинете. И также в онкологических отделениях, где оказывается помощь нашим пациентам. На протяжении вот этих лет мы работаем и можем уже поделиться определенным опытом. Скажу, что на сегодняшний день мы используем в своем функционале две программы. Это программа Герцена, которая располагается в первичных онкологических кабинетах в рамках просмотра без редактирования для того, чтобы они имели сведения актуальные о своем контингенте, о лечении пациентов для того, чтобы полноценно проводить диспансерное наблюдение. И также, прежде всего, на сегодняшний момент мы используем регистр, разработанным под руководством института имени Петрова. И сегодня были представлены прекрасные доклады, в которых на местах группы пытались разработать свои программы, свои популяционные раковые регистры, так скажем, по учету пациентов. Но все-таки мы пришли к тому мнению, это наше мнение, что все-таки оптимальным, самым для нас приемлемым раковым регистром для использования является именно регистр института Петрова. Почему? Потому что он соответствует международным стандартам и позволяет производить расчет выживаемости, потому что только показателями выживаемости мы можем оценить эффективность работы онкологической службы. Закономерный вопрос. Так как у нас популяционный раковый регистр расположен на многих местах, все-таки приоритетом является качество сведений в популяционном раковом регистре. Качество сведений все-таки отрешивается, строго контролируется сотрудниками популяционного ракового регистра, которые на базе Челябинского областного онкологического диспансера находятся. Все-таки подведу небольшой итог, что преимущества в направлении диспансерного наблюдения, какие онколог каждого онкологического кабинета имеет доступ на месте своем к базе данных пациентов. Онкологу доступна информация по тем пунктам, которые мы с вами обсудили. И также имеется возможность отслеживать пациентов с нарушением сроков диспансерного наблюдения. Мы знаем, что по 135 приказу у нас разделяют 4 клинические группы, они имеют свои сроки диспансерного наблюдения, разные подходы клинические. Поэтому в новом регистре, в регистре института Петрова имеется возможность на местах формировать перечень пациентов каждой клинической группы, имеется возможность распечатать приглашения на прием, поэтому это очень большое преимущество. Схематично хочу отразить функционирование в нашей области популяционного ракового регистра. Информация с первичных онкологических кабинетов, также с медицинских организаций, где располагаются стационары, оказывающие помощь онкологическим пациентам. Все сведения заносятся в популяционный раковый регистр, происходит выгрузка базы данных, которая передается в институт Герцена, также в части первичных онкологических кабинетов, в особенности в тех, в которых отсутствуют онкологи, а, например, только медицинская сестра, они могут актуальную информацию получить из базы данных института Герцена, в которые мы периодически переливаем информацию, это с целью того, чтобы все-таки обеспечить качество данных. Также после того, как информация поступила, мы проверили все необходимые моменты, передается база данных в федеральный раковый регистр в институт Герцена и выгружается информация из популяционного ракового регистра института Петрова, разработчик НОВИЛСПБ, в Международную ассоциацию раковых регистров, что позволило нам все-таки выйти на международный уровень, представить свои данные. Это очень большое достижение, я считаю, для нас, и все-таки в этом направлении стоит прилагать много усилий. Какие перспективы развития популяционного ракового регистра в части диспансерного наблюдения? Все-таки мы с этим же разработчиком института ООНОВИЛСПБ все-таки планируем разработать автоматизированную единую базу данных с первой оклинической группой, которая формируется в результате мероприятий по вторичной профилактике рака. И также никто, вот я не услышала сегодня от докладчиков, все-таки есть первая Б-клиническая группа с предопухолевыми и доброкачественными заболеваниями. И по приказу 35-му они тоже подлежат диспансерному наблюдению 9-12 месяцев у онколога по месту жительства. Но, к сожалению, вот этот аспект у нас выпадает и мы планируем его отработать. Что касается коммуникаций, за последние несколько лет у нас налаживаются, усиливаются коммуникации с Бюро судебно-медицинской экспертизы, мы увидели определенные моменты, которые понимаем, что они не должны вообще существовать. Отрабатываем все наши связи, опять же, с целью отработки той доли пациентов, которые называются мертвыми душами. Это налаживание связи с патологоанатомическим бюро, также с территориальным органом статистики ЧИЛСТАТ, для того, чтобы все-таки в популяционный раковый регистр формировалась полноценная информация, в том числе в данном аспекте для качественного диспансерного наблюдения онкологических пациентов. И хочу сказать, что в 2011 году Всемирной организации здравоохранения прозвучал такой тезис, что популяционные раковые регистры являются ключевым компонентом стратегии противораковой борьбы. Я считаю, что в нашем случае этот тезис мы понимаем в более широком понимании, так как имеем возможность диспансерного наблюдения онкологических пациентов. И этот тезис нашел отражение в технической публикации МАИР. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, кто-то первым сервис для основы включения пациента в раковый регистр? Например, прописку, приписку, проживание, что все-таки там является? Там же нельзя в раковом регистре региональном Герцена поставить 3-4 наименования, где он проживает, где прописан, где приписан. В 135 приказе четко указано, что по месту постоянной регистрации пациента, по штампу в паспорте. Это, конечно, замечательно. Этот момент очень сложно отследить в некотором ряде случаев, но все-таки мы стремимся к тому, чтобы действительно соблюдать нормативно-правую базу. Вы соблюдаете приказ, понимая, что заведомо с 2012 года у нас пациенты бродят где хотят и приписываются где желают. Большие сложности, я с вами согласна, но все-таки нормативно-правовая база существует, и мы должны ее соблюдать. То есть вы от закона, а мы от жизни. На мой взгляд, действительно принципиально важная поправка, потому что все ведь расчеты эпидемиологические ведутся от населения, которое в регистре состоит. Поэтому, на мой взгляд, все-таки нужно как можно ближе к жизни находиться. То есть вы должны реальных резидентов серебристской области... Конечно, да-да-да. Это международные вообще установки. То есть однозначно тут нет другого решения. Елена Александровна, еще один вопрос. Я вот первый раз увидел, что вы пользуетесь двумя программами. Мы длительное время... Как вы их сумели подружить, скажите, пожалуйста. Мы длительное время использовались базой института Герцена, но... Я понимаю, вы пользуетесь той и другой, они же должны принципиально переливаться друг к другу. Основной базой данных для нас является популяционный раковый регистр института Петрова на сегодняшний момент, потому что он по всем параметрам нас устраивает и все-таки имеет ряд преимуществ. Популяционный раковый регистр Герцена, да, в том числе и выживаемость, это очень важный аспект, мы его сейчас активно осваиваем, и все-таки это приоритетное направление. Популяционный регистр имени Герцена мы используем на местах, в том случае, то есть мы туда переливаем информацию, она актуальна систематически. Почему мы, например... Мы занимаем рациональную соглашательскую позицию. Это очень хорошо. Спасибо большое.